НИИ о чем? Научно-исследовательский институт от чрезвычайно охуевывания министерства. Встречайте! Сотрудники НИИ Иван Савоськин и Андрей Финагин. НИИ о чем? НИИ о чем? Доброго здоровья, Андрей. Рад тебя слышать. Здравствуй, Ваня. Аналогично. Давно не слышались. Давненько. Но, тем не менее, был прекрасный опыт и прекрасный, скажем так, повод для того, чтобы пока не слышаться, чтобы накопить то, что, в принципе, произошло, то, что повлияло на многих людей. И это слет дикторов. Две тысячи двадцать четыре. Именно так. На котором ты присутствовал, на котором ты много интересного подчеркнул. И это прекрасно. Да, и хочу, конечно, поделиться своими впечатлениями, эмоциями. И самое приятное, Вань, пожалуй, что ко мне подошли несколько человек на слете и говорили, спасибо большое за ваш подкаст. А где Ваня? Вань, где ты был? Расскажи этим людям, почему ты не присутствовал на слете? Я был не в стольном городе Алматы и, к сожалению, никак не смог появиться. Но есть на то свои причины. Многие о них знают, но, тем не менее, как бы то ни было, возможно, в следующие разы я смогу появиться. Но, в любом случае, в онлайн-формате я всегда присутствую с вами. Всегда всех люблю, обнимаю. Ну, и очень-очень много прекрасных вещей. Ну, кстати, всегда приветствуется обратная связь, я думаю. Поэтому можно под постами, под записью этого подкаста задавать свои вопросы. Мы обязательно на них будем в следующих выпусках отвечать. Кстати, да. Я тоже хотел бы напомнить еще. У нас проблема в чем? Большинство людей, конкретно, то есть, пишут в личку и не оставляют под постами свои комментарии. Мы с удовольствием, то есть, приходится потом собирать, и опять же, это все происходит в разговорах, в личных разговорах, в личных переписках, и потом приходится собирать, чтобы, ну, уже ответить на конкретные вещи. Да, сделайте нашу работу чуть попроще. Аккумулируйте все ваши комментарии в одном месте. А мы с удовольствием на них ответим. Ни о чем. Так, ну что, я предлагаю перейти непосредственно к тому событию, которое произошло. Слет дикторов 2024, 21-22 сентября, Москва. Да. И хотелось бы услышать сразу же, кто же у нас были спикерами? Итак, спикеры у нас были в первый день Инга Брик, Любовь Алферова, Любовь Дмитриевна Алферова, я даже так скажу. Максим Сергеев, Ислам Ганжаев. Второй день. Евгений Иванов, также известный как Евгений Палыч, Мария Петровна Осовская, Владислав Купряшин. Стоит отметить, за 10 лет или за 12 даже лет Владислав впервые решился стать спикером на своем же мероприятии. Ну и, конечно, для всех любителей дубляжа Гелена Пирогова. Ну, прекрасный состав. Да, состав отличный. И что самое главное, мы потом уже с Владом по итогам слета все это обсуждали, получилось очень цельное мероприятие. То есть одно выступление вытекало из другого. Начинает один спикер, второй подхватывает, третий забирает эстафетную палочку и четвертый ставит сочную точку. Просто как бы необычно так и довольно плавно, легко. Поэтому это было одним из главных плюсов, как мне показалось, этого слета довольно цельная программа и гармоничная. Никто особо не выбивался. А для людей, которые новички в этом деле, ну или не совсем опытные, мне кажется, программа была насыщена еще и многими практическими советами, которые пригодятся им в практике. Это если общими словами говорить. И, кстати, о новичках. Почему именно вообще хотелось бы рекомендовать слет дикторов? Ну, то есть, опять же, хоть и называется он слет дикторов, присутствует очень много профессий, все языковые, все звуковые. И почему бы ты бы хотел порекомендовать данный слет для новичков, в первую очередь? Ну, я сейчас сделаю небольшое лирическое отступление. Кстати, одно из критических замечаний по итогам слета, которое звучало от некоторых моих коллег, это то, что сейчас слет превратился в мероприятие, на которое приезжают не только профессионалы, но и люди зачастую не то чтобы далекие от профессии, но как-то с ней довольно-таки опосредованно связанные. Мне как раз кажется, что новички на слете – это здорово и это классно, потому что мы видим, что в профессии очень часто появляется такая история, как непрофессионализм, и мы за это очень сильно критикуем этих товарищей. Ну как, зачем вы лезете в эту профессию, не имея никакой базы? А мне кажется, что как раз слет дикторов дает этим людям возможность прикоснуться к коллегам более опытным, почувствовать этот профессионализм и уже отсюда получить желание развиваться дальше, становиться профессионалами, становиться опытными чтецами, дикторами, артистами за кадры, дубляжи и в дальнейшем составлять конкуренцию более опытным. Вот это, мне кажется, здорово. И поэтому не только профессионалы на слете – это замечательно. Это вот мое мнение. Нетворкинг! Я с тобой абсолютно согласен, и я полностью это поддерживаю, потому что профессия растет, профессия развивается, но, к сожалению, не всегда есть моменты, где можно действительно получить профессиональные знания и, опять же, пообщаться в профессиональной среде со своими коллегами. И здесь, как конкретно, конечно, новичкам, очень-очень большой буст происходит. Да, я тоже не люблю сленговость, но, тем не менее, буст использую здесь как именно толчок роста, чтобы человек не останавливался на достигнутом, а шел вперед. И тогда вытекает сразу же еще один момент. Хорошо, мы поговорили о новичках. Новичкам это нужно, новичкам это необходимо. А людям уже опытным стоит ли посещать подобные слеты? Ну смотри, допустим, допустим, да, так, немного поскромничаем. Я опытный, ты опытный. Я иду на слет и получаю массу позитивных эмоций. Я вижу друзей, я вижу знакомых, я вижу людей, которые знают меня, которые ценят мой труд, обращаются ко мне за какими-то советами, или я вижу старших коллег и также им задаю какие-то вопросы. И после подобных мероприятий, лично я говорю про себя сейчас, возвращаюсь домой, и мне хочется творить, хочется делать. И так уж совпадает, что практически после каждого слета у меня коммерческая составляющая слегка улучшается. Ну вот прошла первая неделя, мне уже довелось поработать с несколькими людьми, с которыми я познакомился на слете. Мне просто написали, а не хочешь ли ты сделать это? А не хочешь ли это? Ну и, в принципе, есть какие-то свои проекты, которые были в ящике, а сейчас они уже звучат. Так что это крутая история. Это просто и пинок, и это стимул, ну и в некотором роде это профессиональный рост и рост твоего правого или левого кармана, где-то там хранишь кошелек. Ну, сейчас у нас все деньги, в принципе, в цифре находятся, поэтому правого или левого кармана уже не существует. Как знать. Ну и в смартфоне, согласен, согласен. Бумажные книги или электронные, Ваня, какие лучше читать? Так же и деньги иногда хочется потрогать. Абсолютно, да. То есть, вот опять же, это будет разделение на тех людей, кто поддерживает либо одно, либо второе течение. Я сам лично читаю на электронной книге. Я себе приобрел от Оникса электронку. Мне действительно удобно, когда она всегда с тобой. Не болят глаза, не устают. Ну и видишь, у меня однокомнатная квартира, и просто, если так на прикидку, просто даже взять, чего бы я хотел или что бы я уже начитал, и что бы я хотел у себя в коллекции поиметь из бумажных вариантов, ну это меня бы книги уже давно выселили из квартиры. Поэтому я, к сожалению, приверженец уже именно электронной вещи. И все из-за того, где я живу. К сожалению, места книги занимают очень много, и да, и в бумаге я тоже в последнее время покупаю только то, что очень хочется иметь для души. Ну то есть, я прям фанат, поклонник этого автора или этого произведения, и мне оно просто необходимо, чтобы оно было под рукой. Ну такие вот вещи я действительно покупаю. Согласен. У меня такие книги в основном с автографами авторов, потому что в большинстве своем я их все озвучил. Ну я хотел бы еще дополнить тебя относительно того, что люди, которые уже опытные, и почему им стоит посещать данные слеты. Конечно, хорошо, что у нас есть общение. Есть общение в онлайн-режиме, когда мы можем списаться, то есть так же, как и с тобой, созвониться, допустим, поделиться какими-то моментами. Но необходимо еще и присутствовать в оффлайн-формате, потому что, как бы то ни было, мы бронзовеем. Обязательно нужно развиваться. Нам нельзя стоять. То есть, мы для себя выработали вроде бы какую-то систему, и нас все устраивает. Но есть новые тенденции, есть новые веяния, и, соответственно, нужно всегда со своими коллегами это обсуждать. А когда ты это делаешь в оффлайн-режиме, то здесь, опять же, азарта намного больше, нежели в онлайн-формате. Потому что, ну, к сожалению, мы начинаем мыслить 10-15 секундами благодаря ТикТоку тому же самому. И вот это как раз-таки очень плохо. То есть, в онлайн-формате человек всегда бежит, торопится. В оффлайн-формате можно расслабиться и получить удовольствие от общения, от совместной работы, опять же, прикоснуться, так сказать, к коллегам уже воочию и уже начинать работать с полным вовлечением в процесс. Когда над одним ноутбуком сидят, в один микрофон работают и так далее. И не стоит забывать про автопати, который тоже обязательно на таких мероприятиях стоит посещать. Потому что там уже люди раскрепощаются. И можно узнать чуть больше, чем тебе может рассказать спикер на этом мероприятии. А, кстати, работа спикеров на таких мероприятиях, это же ведь тоже отдельная история. И мне хотелось бы тоже понять мотивацию людей, которые там выступают. Вот, кстати, Вань, ты на прошлом слёте в Санкт-Петербурге был одним из выступающих. Что тебя сподвигло на то, чтобы выйти перед публикой и рассказать о своём опыте? Для чего тебе это потребовалось? Ну, сама по себе сфера озвучания книг, она, к сожалению, не так широко представлена. И есть большая проблема, потому что есть, ну, так называемые монополисты, которые не дают развиваться. Моя задача была в чём? То есть очень много людей пишут в личку и спрашивают, то есть а как, а где, а что. Записывать видео? Да, можно записать, но при всём при этом у меня есть несколько таких видео, где я рассказывал об этом, и рилсы писал, и там ТикТок тот же самый ненавистный мной выкладывал моменты. Но это всё банится. И люди просто не могут этого найти. А так как была возможность появиться в профессиональной среде с коллегами и поведать им то, о чём они в принципе не задумывались, потому что, ну, какова логика у человека, который хочет работать в озвучании книг? Он, соответственно, заходит в интернет, и первое, что ему выпадает, это литрес-чтец. Логично. Но при этом у литрес-чтец нет как таковой школы, то есть нет лекций. Да, есть своё сообщество, есть своё комьюнити, и в нём кто-то пытается чем-то делиться. И там даже есть, я чуть больше знаю про эту историю, у них даже есть блог, и в этом блоге описаны некоторые основные моменты, которые нужно соблюдать, чтобы стать тебе чтецом. Тебе нужно развивать дикцию, арфайпию, тебе нужно купить такой-то микрофон, такую-то звуковую карту, и теперь ты можешь работать. Ну, это примерно, если кратко. Да. Я знаю, прекрасно. Но это же не так. Ну, это грустно. Это очень грустно. Я про то же самое и говорил, что, к сожалению, вот у нас есть момент, и даже здесь, если это профессиональное комьюнити, а литрес позиционируют именно как профессиональное комьюнити для чтецов, то есть приходите, мы вас всему научим, в итоге ничему не научили, и у нас плодятся огромное количество людей, кто занимаются. Они занимаются этим от души. Они хотят привнести это в мир, но, к сожалению, занимаются то, как получается. Не как надо. Ну, что сделали, то сделали, по сути. И моей задачей было конкретно показать моменты и рассказать, что есть. То есть можно и самому развиваться. Да, учиться нужно всегда. Но я показал кое-какие инструменты, не только на нашей платформе, которую мы с автором развиваем, а также и наших коллег. То есть и у Кирилла Головина есть, и тот же самый BookMate, который присутствует у Яндекса. Но, к сожалению, люди не все знают подводные камни и вообще то, что происходит в данной структуре и в данной профессии. Поэтому мне было и интересно, и важно выйти и рассказать об этом нашим коллегам. Тут я хочу отметить одну важную вещь. Во-первых, сразу нужно развеять миф номер один, что спикеры едут выступать на слет исключительно за деньги. Конечно же, нет. У большинства из них исключительно другие мотивации, и денег никто никаких им не платит. Они приезжают. Ну, давайте не будем кривить душой. Некоторые действительно пиарят себя и свои программы, но при этом они дают базу и показывают человеку, на что они способны. И если участникам слета вот этот спикер покажется важным, понятным и нужным, он уже в дальнейшем пойдет к нему заниматься. Это раз. Ну и в другой момент мне хотелось бы, конечно, отметить участников того самого сообщества, Литреса Чтец, потому что в последние два года они составляют такую большую плотную группу посетителей слета дикторов. И мне кажется, что это в той или иной степени отражает тот факт, что качество продукции Литреса Чтец выросло во многом как раз благодаря этим инициативным товарищам, которые хотят развиваться самостоятельно за счет своих собственных средств и вкладывают деньги в себя и в свои знания. Именно так. Ну и да, тоже скажу, что лично я, когда в 2023 году полетел на слет, то есть я заплатил полную стоимость всего, что было, то есть я оплатил программу, оплатил, опять же, экскурсии и так далее. И если для людей из России это намного проще было, то есть, ну, кто-то потратил, по-моему, со всеми экскурсиями и со всеми автопати и так далее, то есть билет составил в районе 10 тысяч. Ну, то есть это именно на программу. Плюс, опять же, переезд, перелет, ну, плюс еще десятка, грубо говоря. Мне же вышел перелет проживания и так далее в сто с лишним тысяч рублей. Вот так вот. Но, тем не менее, да, я нисколько не жалею об этом. Я получил максимум удовольствия и кайфа. Да, мне сложнее, потому что и государство другое, у меня есть свои сложности с посещением. Но, тем не менее, я абсолютно не вижу никакой проблемы в этом. Если я хочу учиться, да, я готов платить деньги. Ну, при этом, то есть, опять же, как отмечали люди и, ну, те, кто знают меня, все прекрасно осведомлены, что потратил я 100 тысяч на поездку в Питер, а заработал в Питере 180, находясь там. Себя не похвалишь, никто не похвалит. И, кстати, это тоже правильный момент. Нет, не в этом дело. Я не в Евею понимаю. Да, это то, что мы не умеем отдыхать. Да, то, что даже в такие моменты мы не умеем отдыхать, а мы в основном работаем, работаем, работаем. То есть, неважно где, важно, что ты можешь... Ну, и да, наша профессия, она подразумевает то, что ты можешь взять какой-то USB-микрофон, тот же самый, там, ноутбук, телефон, подключиться, записать и, соответственно, выполнять работу. Если ты знаешь, как с этим работать и как это привносить. И, ну, я думаю, мы как-нибудь тоже поднимем эту тему. Вот именно как раз-таки мы хотели ее поднять, о том, как работать. Ну, просто случился слет. Поэтому эту тему мы задвинули немножко туда. Да. Я просто вспоминаю тоже свой самый Санкт-Петербург, когда шла лекция, не помню чья, я с ноутбуком и с микрофоном залетел в подсобку к ребятам и говорю, где у вас здесь записаться срочно, срочно, от меня прямо сейчас требуют. Ну, говорит, иди туда. Я какой-то тряпкой накрываюсь, включая ноутбук, включая микрофон, записываю ролик, отсылаю, иду дальше слушать лекцию. Такие тоже случаи бывают. Вот, ай-яй-яй, ай-яй-яй, Андрей. Вот, кстати, на слете-то можно было поступить совсем по-другому, потому что там присутствует кабинка из Арум или из Акап, точно не помню. А в Питере, в Питере, в Питере, не было, по-моему, в Питере кабинка. Была кабинка, была кабинка, она стояла в фойе. Может быть, ее увезли. И, соответственно, то есть там ребята... Или увезли ее, или не привезли еще. Нет, была кабинка. В общем, кабинки на тот момент не было, это точно. Я помню, что кабинка тогда еще либо не приехала, либо уехала уже. Ну, кабинки не было. Но я под тряпкой записался хорошо. Это у тебя было слоната, я и не заметил. Вот, честно, не исключаю. Потому что ребята Союза, они также, когда привозили свои микрофоны, то есть, опять же, можно было протестить, то есть в этой кабинке стояло три микрофона, и ты мог зайти, записаться. То есть, опять же, можно было поговорить с ребятами, сказать, ребят, давайте я там, ну, косарик вам отстегну, ну, пожалуйста, очень быстро нужно записать. Шутка. Шутка, конечно, да. То есть отзывчивые ребята из Союза, большое им спасибо. И, кстати, лояльность ребят огромна. Ну, давай пройдёмся именно по слёту 2024 года. Я бы хотел от тебя услышать характеристики каждого из спикеров. Коротенький, но тем не менее. Давай. Открывала слёт Инга Брик. Тема её лекция называлась «Как мозг обрабатывает и формирует речь». Смотри, что происходило на мастер-классе Инги. Мне кажется, она дала слишком сложную глубокую информацию о взаимосвязи, движении, работы тела с голосом. И как это всё можно развивать, развивать новые нейронные связи и так далее, и так далее, и так далее. Очень много было тяжёлой терминологии, которая, как мне кажется, не пригодится. Ну, и хотя благодаря Инге появилось слово «слёта». Знаешь, как Оксфордский словарь, по-моему, каждый год выпускает слово «года». Также благодаря Инге Брик у нас появилось слово «слёта». Это слово «аттрактор». И потом уже... Атрактор, да. И за счёт Инги вот как бы было очень много шуток потом в закулисе. Атрактор, трактор и прочие слова со словосочетанием, с буквосочетанием «тр». Но в целом она представила какие-то свои авторские методики, которые она разрабатывает, приглашала людей на сцену, давала какие-то советы, рекомендации. Было полезно, но оно, на мой взгляд, перегружено терминологией. Тем не менее, она нашла свою клиентуру. И я думаю, что люди к ней пойдут заниматься, кому показалось это полезным. Ну и плюс ко всему надо отдать ей должное в том, что открывать такое мероприятие нужно, конечно, быть человеком смелым. Она с этим справилась прекрасно. Но и здесь она продемонстрировала ещё одну очень важную вещь, которую иногда люди творческих профессий забывают. Это рассказывать о себе. Как известно, скромность – это первый шаг в небытие. У Инги со скромностью проблем нет никаких абсолютно. Она рассказала, я такая-то, я умею это, я умею это, и я вас этому научу. Мне кажется, вот как раз этому моменту самопрезентации у Инги тоже стоит поучиться. Это если коротко о её выступлении. Тоже согласен. Конечно, да. Давай последующим. Дальше – Любовь Дмитриевна Алфёрова. Тема лекции «Артистизм и речевая выразительность оратора». Ну, во-первых, Любовь Дмитриевна долгое время преподает актёрам, занимается с артистами, учит их в том числе и артистизму, и речевой выразительности. И она продемонстрировала какие-то азы, дала базы, что касается и дыхания, и дикции, интонирования. Это было для новичков как минимум полезно. Ну, я человек, в общем-то, с багажом за спиной, слушал её, открыв рот. Мне было просто любопытно и интересно наблюдать за человеком, который, ну, мягко говоря, профессионал в своём деле. Она очаровала зал, и после слёта уже потом многие говорили, «Любовь Алфёрова – это одна из моих главных любовей этого мероприятия». Шикарно. Ну и да, можно немножко добавлю всё-таки? Тоже сталкиваюсь с подобным. Очень много задают вопросов именно конкретно про артистизм чтения, то есть и артистический язык владения непосредственно, когда ты работаешь с текстом, неважно, что это будет у нас поэзия, будет это у нас проза, либо же, опять же, нон-фикшн какие-то тексты, новостные и так далее. Самое главное – не переборщить. Вот действительно, и многие преподаватели по актёрскому мастерству в любых театральных институтах, также сейчас есть и небольшие, допустим, открывается какой-то камерный театр, абсолютно небольшой, с направленностью, и я смотрю, как преподаватели доносят, и меня, что очень больше всего радует, я вижу, что они говорят всегда, не нужно, опять же, делать гиперболу, то есть не нужно всегда перенасыщать момент. И артистизм, он обязательно должен быть, но самое главное, чтобы он был всегда в тему, и чтобы его было ровно столько, сколько нужно, а не больше и не меньше. Ну, слушай, к сожалению, люди нашего с тобой поколения, они испорчены в некотором роде школы, когда нас учили читать с выражением. Внешне тело выглядело относительно целым, но внутренности ткани были разорваны, а кости сломаны. Ну, сейчас, если так вы будете читать, идите лесом, ребята. Так и есть. Я тоже привожу в пример, когда у нас, гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз. И это, конечно, больно. Мы все это умеем, но зачем? И огромное спасибо, да, то, что есть преподаватели, которые это доносят очень правильно. Извини, что... Прекрасно. Это прекрасные примеры, и нужно людям показывать, как делать не надо. Но, кстати, к вопросу о том, как делать не надо, мы еще вернемся, потому что будет один из мастер-классов. Ну, про это позже. Дальше. Первый день слета выступал Максим Сергеев. Очарование безумнейшее, и человек, который после своего выступления собрал вокруг себя огромное число людей, желающих с ним сфотографироваться, но не просто даже сфотографироваться, а записать небольшие видео. А все почему? Потому что Максим Сергеев. Раз. Это голос Микки Мауса уже более 20 лет. Два. Это рассказчик из мультфильма «Три кота». Опять же, если ты папа, то... или мама, то этот мультфильм не мог пройти мимо тебя, и тебе этот голос знаком до безобразия. Ну и, конечно, он для фанатов вселенной Марвел это голос Дракса, одного из тех самых пяти Стражей Галактики. И рассказывая о своем опыте, Максим как раз продемонстрировал и пение Микки Мауса, и голос Микки Мауса, и рассказал небольшую историю голосом рассказчика из мультсериала «Три кота», ну и показал небольшой фрагмент голосом Дракса. Ты же... А, как там было-то? Сейчас говорят... Прекрасно. Тебе нужен такой же, как ты. Урод. Это было прикольно. Это было здорово. Ты очень уродливый. Да-да. Я не знаю, как ты живешь с этим. Да, я помню этот момент. Да, и он классно это продемонстрировал, и самое главное, он рассказал, как это нужно сделать, и после этого меня немножко переклинило. Я целый день разговаривал в этих самых интонациях. Просто хотелось. Прекрасно, да. Я хочу добавить тоже Андрей, извини. Я хоть и не присутствовал, но тем не менее, вот это яркий пример применения... То есть, если Инга, соответственно, у нас была больше теоретиком, то есть очень много теории, и эта теория, она хоть и подкреплялась практикой, тем не менее, это очень-очень много теории, то есть, которую сначала нужно изучить, а дальше уже практиковать, то в данном конкретном примере это больше практики, нежели теории. И здесь человек продемонстрировал то, как в принципе входит это в жизнь и как с этим работается. То есть, практически, вообще свой путь, как человек прошел через это, как он работает с теми или иными вещами, и тут уже наработки. И, соответственно, это все идет с практикой. И такие вот примеры, то есть, опять же, баланс знаний, баланс теории, баланс практики, он был соблюден уже даже в первый день очень неплохо. Ну, давай продолжим. Да, и дальше выступал тот самый озвучкер Ислам Ганжаев, человек, который знаком молодому поколению за счет интернета, у него огромное количество подписчиков, ну и он, ну, конечно, человек, который озвучивает турецкие сериалы и озвучивает аниме. То есть, понятно, на кого был нацелен этот мастер-класс. На мамочек и на подрастающее поколение, которым близки либо турецкие сериалы, либо, соответственно, японские мультфильмы. Ну, он не только японские. Да, еще, извини, хочу немножко дополнить, извини, пожалуйста, перебиваю, но здесь многие не понимают вообще, кто такой Ислам. Ислам, ну и вообще, то есть, ребята, которые все-таки смогли сломать, как раз-таки мы все постоянно говорим о том, что есть очень много ребят, любителей, кто очень много озвучивает именно аниме. Аниме является как японской, китайской, там много разных культур. Тем не менее, всегда был штамп. Почему? Потому что люди, которые делали это любительски, никогда не задумывались о том, как это будет звучать. И, соответственно, повторяли интонацию, которая была у оригинала. И поэтому всегда это звучало ужасно. и, соответственно, такие люди, ну, первопроходцы, там, как Куба-77, Персона-99 и так далее. То есть, кто в курсе, тот в курсе. Они сейчас за сердце схватились. Они понимают, то есть, насколько это всегда было плохо. И, то есть, опять же, к моему большому, большой радости, я бы, наверное, так сказал, меняется это все. И аниме теперь звучит действительно очень хорошо. И та же самая издательская компания, по-моему, все-таки это Дип, да? Кто сейчас спонсирует и кто владеет какими-то тайтлами по аниме, они все-таки это делают очень на хорошем уровне. Пускай это будет и за кадр, и дубляж. Это все сделано на хорошем уровне. И Ислам, как раз-таки, то есть, тоже один из людей, который все-таки находится у истоков. Не скажу, что там самый первый он начал и так далее. Тем не менее, у Ислама в этом плане то есть все в порядке. Также он ездит постоянно на многие, забывая, как называется, я сам не поклонник этой культуры, не косплеи, в общем, фестивали. Косплейные фестивали, ну что-то в этом духе, я не помню, тоже, по-моему, так... Да-да-да-да-да, какие-то комы там. Комик-кон, комик-кон, вот. Вот, точно, да, именно так. И опять же, еще хотел бы обратить внимание по поводу Ислама, то есть Ислам себя преподносит. И насчет, я почему, когда услышал от тебя, то есть на кого был направлен, то есть то, что на мамочек и так далее, нет, это большая... Вообще, это огромная индустрия, аниме, турецкие сериалы, закадровые, то есть дарамы, турецкие сериалы, опять же, какие-то вещи, которые не издавались на русском языке, в закадре, в дубляже, сериальная вещь. То вот как раз-таки это больше на них было направлено, то есть это тоже огромная практика. И я с огромным бы удовольствием послушал то, что говорил Ислам. Ну, знаешь, Вань... Возможно, как-нибудь позже я еще и услышу. Знаешь, вот я человек, и я подвержен стереотипам, поэтому у меня тоже есть свое сложившееся мнение, но опять же, Ислам, что сделал классно, он круто простроил свое выступление, он устроил небольшой стендап длиной в полтора часа, и плюс он опять же демонстрировал то, как он озвучивает аниме. Многие были очарованы. Мне эта культура не очень близка и не очень понятна, наверное, мне было слегка скучновато, но в целом по ощущениям и настроениям в зале он очень понравился большому количеству публики, потому что многие люди, с которыми я после слета общался, сказали, что мне вот понравился тот-то, тот-то, и мне понравился Ислам Ганжаев. Вот так. И мы вот, кстати, потом спорили с некоторыми ребятами уже после первого дня, все-таки Максим Сергеев или Ислам Ганжаев? Вот для меня Максим Сергеев ближе, мне понятно то, что он делает. А к другим говорили, ну, все-таки Максим Сергеев как-то это все сделал спокойно, плавно, легко, а Ислам взорвал публику, он продемонстрировал себя, вышел на сцену и давай рубить с плеча. Кому какая подача ближе? Но в любом случае это было необычно, это было интересно. Поэтому он стал прекрасной точкой первого дня слета. А здесь то же самое, классика или модерн? То есть, каждый выбирает для себя, и, ну, для меня, в принципе, ответ очевидный, и тот, и другой, потому что и то, и другое, это наша составляющая, это наша профессия, и она присутствует здесь сейчас. Это не прошлое и будущее, это нынешнее состояние. И по поводу стереотипов, мы все, конечно же, подвержены им, но, тем не менее, именно в этом-то и весь кайф, то есть, опять же, когда мы можем высказывать каждое свое мнение и каждый просто преподносить, то есть, бывает, да, зашоренность у каждого из нас, но когда мы присутствуем в комьюнити, это очень классно, когда мы можем открывать друг другу глаза на какие-то моменты. Я думаю, что это очень хорошо. Давай дальше. Ни о чем? Ни о чем? Ни о чем? Переходим ко второму дню мероприятия. Открывал второй день слета Евгений Иванов, он же Евгений Палыч, диктор Евгений Палыч, и его лекция называлась «Зачем людям у микрофона грамотная речь?» Женя что сделал? Он круто простроил свое, опять же, выступление за счет небольшой игры с залом. Он не рассказывал про логику речи, чего от него ждали многие, так как Женя преподает именно логику речи. Он начал говорить и про ударение, и про арафаэпию, и про правильное произношение, и очень многие слова он произносил специально с неправильным ударением. Из зала сразу же летели возмущения, кто-то что-то не замечал, другие «Да как ты мог это сказать?» Он говорит «А, попались!» И как раз эти полтора часа пролетели достаточно легко, быстро, незаметно, люди просто себя проверили на грамотность речи. Женя себя прорекламировал, ну и плюс доказал важность правильного произношения, где, как, в какой ситуации нужно общаться с людьми, что все-таки нужно говорить грамотно, но при этом не стоит усложнять свою речь, а общаться с людьми на одном языке, но при этом не скатываться в быдло речь, если говорить уж совсем. примитивно. Это коротко о нем. Так и есть. Это коротко о нем. Тут все понятно. Да, мы с Женей тоже давно знакомы, с Женей мы уже, ну, знакомы действительно достаточно долгое время, и мы коллеги в плане того, что озвучиваем очень много игр вместе с ним, то есть бывает сейчас у нас с ним один и тот же персонаж, но Женя звучит на английском языке, а я звучу на русском языке, и это новая игра, соответственно, мы все делаем с нуля, то есть нам дается скрипт, и мы уже сами оживляем непосредственно персонаж, то есть этот персонаж до нас не был озвучен никем, и это огромная практика, это прям очень хороший подход и кайф, то есть когда ты развиваешься. С Женей также у нас мы проводили несколько подкастов, вот как раз с Женей, с Маратом, и я присутствовал, то есть мы делали, соответственно, у нас был звонок, когда мы с механик войсовер разговаривали, то есть с ребятами, с представителями, и действительно, да, то есть о чем мне нравится Женя, Женя это прям большая зажигалочка, то есть который все превращает именно в такую игру, и знания доходят именно хорошо через практику, которая не пытается тебя, скажем так, нагрузить, она легка, она эмоциональна, и здесь Женя, да, да, и здесь Жене это удается очень хорошо, поэтому ему большой поклон, Женечка, привет, дорогой, ну, мы еще с тобой поговорим по этому поводу. Дальше Мария Петровна Осовская, мастер-класс, ох уж, это арфаэпия. Ну, во-первых, у Марии Петровны мне повезло заниматься на интенсиве два или три года назад, то есть мне, в общем-то, все было знакомо, что она говорила, но в любом случае Мария Петровна это великолепнейший профессионал, который прекрасно рассказывает про арфаэпию и настолько увлекает тебя этой темой, что просто не полюбить произношение правильное в русском языке после этого невозможно. Так что, ребята, если вдруг у вас будет такая возможность поучиться более глобально у Марии Петровны, просто не теряйте такую возможность. Ну и плюс она за эти полтора или два часа она освежила те знания, которые давала мне тогда, несколько лет назад, так что это было очень круто и очень полезно. Ну и Мария Петровна сказала прекрасную вещь. Арфаэпия это вещь, которую нужно понять, принять и с ней жить. А уж применять ее или не применять, это дело ваше, но то, что вы обязаны это знать, как люди, работающие у микрофона, это безусловно. Согласен абсолютно и да, то есть действительно вот такие мастодонты, они, ну без них мы никуда не уйдем никогда, то есть надо обязательно опираться на людей, кто все-таки это проносит в профессию через года, потому что очень много, к сожалению, наших коллег также являются безграмотными. Я не скажу, что я сам, тем более со своей дислексией, но в любом случае стремиться нужно обязательно, и без этого маникударфэпи это очень важная составляющая языка, в данном случае конкретно русского языка, и она очень сложна. Тем более, что Мария Петровна человек, который посвятил этому всю свою жизнь, как тут не перенять этот опыт, хотя бы попробовать, понять, что такое предударное, безударное, ударное гласное, как их произносить в этих позициях, ну и конечно же сложные сочетания согласных, когда шен, когда чен, булочная или булочная сегодня актуальна, дождь или дождь, скучно или скучно, вот эти все вопросы тоже поднимались, ну и конечно же ответы на них сегодня были не менее очевидны, хотя не такие очевидны, как может показаться на первый взгляд, так что добро пожаловать на мастер-класс к Марии Петровне, ну или ловить ее на слете диктора в 2025, если она туда придет. именно так, да, ну и опять же большинство наших коллег очень много и именно часто, то есть в стенах в стенах, кровь, там, в крови в крови и так далее, то есть таких приемов, примеров очень-очень много, да, 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 и это обязательно нужно знать, потому что частенько бывает, когда ты сидишь где-то на записи, на студии, потом такой, и вот у тебя выпадает просто из головы это, ты это знаешь уже как отчинаш, но в любом случае, то есть, блин, а вдруг? И вот закрадываются сомнения, поэтому обязательно нужно знать, обязательно нужно учиться этому. Тоже всех призываю к этому. Мне кажется, что здесь нужно выработать, дополню, небольшую такую черту, мне тоже всегда казалось, что я грамотный человек, но при этом я настолько привык за все эти годы в себе сомневаться, что проверяю каждое слово, на которое у меня может хоть чуть-чуть екнуть, хоть малейшее сомнение я открываю, проверяю во время записи и потом читаю дальше. Ну, потому что никак, иначе вы просто допустите ошибку. Чем больше знаний в вас копится, тем больше может возникнуть в голове просто путаницы и сомнений, поэтому без словаря в наше время никуда. Ну и плюс Марья Петровна, опять же, сказала одну очень классную вещь. Ее спросили, на какой словарь ссылаться? Она сказала, сегодня я рекомендую вам смотреть в сайт грамота.ру, там все доступно, там все понятно. Ну, да, да, но на грамоте.ру опять же уже новые, потому что буквально, простой пример, мы ведем дубляж одного из фильмов и, соответственно, то есть присутствует бармен, я вот его так и произношу, бармен, но мне тут подкидывают и говорят, а теперь можно говорить и бармен. то же самое, что и бунгало, бунгало. Сейчас допустимы обе формы, поэтому игра мотору как раз-таки подтверждает, что есть и то, и то ударение. Ну, сейчас не будем спорить о том, как правильно, пускай ребята сами зайдут и кто нас слушает в этот самый момент и посмотрят, бунгало, бунгало, бармен или бармен и разберутся с этим вопросом и для себя решат. У меня, кстати, по этим двум словам у меня есть четкие предпочтения, я их пока не буду обозначать. И я тебя прекрасно понимаю, да, потому что у меня то же самое было, но, опять же, в конкретном случае я решил применить именно новое созвучие и посмотреть на реакцию людей, кто будет, опять же, слушать данные произведения. Мне это было очень интересно. Пойдем дальше. Ладно. Ну, здесь, пожалуй, главное откровение слета дикторов в 2024 Влад Купряшин наконец-то решил выступить перед публикой уже не в качестве организатора, идейного вдохновителя, амбассадора, ведущего и так далее, он решил выступить в качестве спикера. И он представил мастер-класс «Как найти главного героя». Мастер-класс «Будни кастинг-директора от рассвета до заката». Влад, и если кто не знает, он не только организатор слета и прекрасный диктор, чтец, артист, он еще и кастинг-директор. Очень часто к нему обращаются заказчики с просьбой найти голоса под те или иные проекты. И, в общем-то, мне не раз приходилось Владу эти самые кастинги записывать, как и многим коллегам, знакомым Влада. И он вызывал, опять же, людей из зала, разбирал с ними тексты, читал те самые тезы, которые приходят от заказчиков, а там мы знаем, какие бывают тезы, когда нужно прочитать пафосно, но при этом нежно, с напором, но не спеша, добавить немножко легкости и эротики, но при этом дать агрессии. И Влад читал все эти тезы и рассказывал, что в данной ситуации делать и как быть, как, в общем-то, общаться с заказчиками. Ну и самое главное, да, он, конечно же, с людьми поработал с текстами, которые ему, в общем-то, присылали, все те самые тексты, которые дикторы ему писали под разные проекты. Тоже было полезно, познавательно. Это не просто полезно. Влад очаровал всех своими шутками, безусловно, он начал с того, что «А теперь Карабас-Барабас начнет», кажется, так он начал «Пожалуйста, я Карабас-Барабас у моей куклы». Это было, конечно, смешно и забавно, зал взорвался от смеха. Ну а закончил мастер-класс он прекрасной шуткой, это слоган из рекламы. Ну что, время с толстяком летит незаметно, сказал Влад и закончил. Это было забавно. В общем, он очаровал. Продукция три толстяка, я помню, да, хорошая реклама. Мы с Артемом Красильниковым стояли, Тим Вокс, мы стояли сбоку, немного от сцены, и Темыч все это время кричал «Это мой бой, я его знаю, а он хорош». Это правда было классно. Да, я хотел бы тоже обратить внимание, потому что это один из тех самых подводных камней, которых люди не задумываются в профессии. Диктор есть диктор, то есть задача диктора, задача человека, который будет работать с текстом, это оживить текст, преподнести его и, соответственно, дать ему новую жизнь. Неважно, будет это реклама, будет это книга, будет это ролик. И Влад как раз таки это тот человек, который непосредственно является тем самым связующим мостом между заказчиком и чаще всего бывает, что заказчик действительно не понимает, что ему нужно, не понимает, к чему нужно прийти, то есть он не видит конечной цели. Влад это тот человек, который помогает направить и опять же направляет при этом и заказчика, и исполнителя. И огромное уважение, Влада мы все очень любим, знаем, и то есть опять же наши беседы, которые там длятся по несколько часов, это очень круто и очень кайфово. Да, те, кто хоть раз общался с Владом по телефону, знают, что, ну что, ребята, ну минимум часа жизни будьте готовы выкинуть. Час это так, это только разминка, обычно намного больше. Это только поздороваться. Но опять же, да, это только поздороваться, но опять же, все эти беседы наполнены глубоким смыслом, интересными шутками, ну и конечно же, той информацией, которую ты можешь использовать в своей работе. Так что звоните Владу. Влад, прости. Ну и последний мастер-класс это Гелена Пирогова. Назывался он в дубляж по-серьезному. Но, несмотря на название, получилось достаточно легко. И хотя вот я Гелену Пирогову увидел впервые, если честно, мне она всегда казалась, судя по тем видео, которые я смотрел и по фотографиям женщины такой легкой, воздушной, она оказалась, нет, она оказалась очень серьезной, суровой, но при этом безумно очаровательной, ну и конечно же первому слову было понятно, что воду лить никто не будет. Хотя она сказала, знаете, сегодня я решила вас больше развлекать. Она показывала очень много видео дубляжных, показывала и своих работ и старых советских, как советские фильмы переозвучивались на английский язык, например, тот же самый фильм «Москва слезам не верит». Как это забавно на самом деле звучит на английском языке, как его переозвучивали в Голливуде. это разговор двух принцесс. Это прям было настолько смешно. И, ну, конечно, она поделилась просто каким-то своим опытом, рассказала будние истории режиссера дубляжа. Просто интересно, познавательно, особенно для людей, которые дубляжем, такие, как я, например, практически не занимаются. Мне было просто смотреть приятно, и я был очарован. Ну, для меня-то это отдельная веха, это моя большая любовь к Гелену Пирогову, это великолепный человек, и как раз-таки, то есть, основная моя, первая моя роль, большая, которая была в дубляже сделана, это был Тритон. И конкретно, то есть, мы до этого озвучивали, то есть, ну, у меня, как обычно, были какие-то монстры, там, кто-то бегал, что-то кричал на басу, а тут мне дают роль Хавьера Бардена, Тритон, Русалочка, и мы пишем ее как раз с Геленой Пироговой, и то есть, первое мое впечатление, когда было, то есть, я захожу, здрасте, меня зовут Гелена, давайте работать. А потом, когда тебя просто выжимают из тебя все, что ты можешь и не можешь, то есть, здесь огромный поклон Гелене Пироговой, насколько она может найти в человеке то, о чем он сам не подозревает о себе. Великолепный режиссер дубляжа, великолепный человек, прекрасная женщина, это огромная моя любовь, обожаю Гелену, только самого-самого лучшего ей. Ну, это, в общем-то, еще и огромная удача для всех, кто пришел на слет, потому что она прилетела в Москву из Казахстана на какое-то небольшое количество времени, и она как раз попала на слет, и можно было просто увидеть ее вживую, и прикоснуться к этому профессионализму. Это было бесподобно. И такие спикеры, это, конечно, просто так их нигде не найдешь. А тут все в одном месте, пожалуйста, в течение двух дней. Ну и плюс, конечно же, почетные гости, которые приходили на слеты, можно было также с ними поговорить. Можно было увидеть в том числе обожаемого и уважаемого Ильи Ефимовича Прудовского, который тоже два дня присутствовал на слете. Очень много знакомств, очень много приятных бесед. А, ну, кстати, и завершающее мероприятие у нас был фуршет, шашлычок, канапешки, корзиночки, все очень вкусно. Ой, как классно. Вот теперь я, пожалуй, о слете и закончил. Это если в двух словах за час. Да, ну, практически час мы про это проговорили, у нас было долгое вступление, но без него тоже никак. То есть, наша жизнь состоит не только из работы, но и от каких-то моментов, когда мы все-таки делимся своими впечатлениями, а в первую очередь эмоциями, потому что наша работа без эмоций никуда и никак. Но, я хотел бы еще с тобой поговорить по поводу того, то есть, слет, это прекрасно, то есть, мы узнали, кто были из спикеров, то есть, об этом можно разговаривать часами, разбирать методику каждого человека. Возможно, мы и сделаем дальнейший подкаст, где разберем какие-то моменты. Не самих спикеров, а то есть, опять же, как это применять, потому что все-таки полтора часа лекции это не весь тот период и не весь тот отрезок времени, в котором ты можешь узнать все сразу. То есть, это требует, действительно, информация требует того, чтобы с ней сжиться, прожить, принять и применить. И, может быть, мы действительно какие-нибудь подкасты еще сделаем с таким разбором. Но я хотел бы с тобой еще поговорить по поводу того, а что после слета? Вот ты как раз-таки рассказал о том, что у тебя пришли новые работы, с тобой связались люди и ты начал работать с чем-то новым. Расскажи мне об этом. Я бы не сказал, что с чем-то новым для меня в плане жанра. Я записываю все же самые... Да, люди, в общем-то, возможно, со многими из этих людей так или иначе я был знаком с кем-то лично уже давно, с кем-то не очень, с кем-то мы были знакомы заочно, просто знали, я вот это я, а ты, это вот ты, но как-то руки не доходили, а тут просто начали писать. А не хочешь? Я говорю, ну давайте хочу, время у меня вроде бы есть, хотя, если честно, не особо много, но думаю, найду. Все-таки интересно с новым человеком поработать и понять, что из этого получится. Люди просто видели меня на слете, и они понимали, что я все-таки себя вживую уже представляю, потому что, так или иначе, когда ты начинаешь в кругу профессионалов и коллег, которые в некотором роде твои еще и конкуренты общаться, ты же пытаешься себя еще как-то продемонстрировать, сказать это все своим, простите меня за эти дурацкие штампы, рекламным голосом. Люди видят, на что ты способен, они говорят, ух ты, блин, ведь это правда ты, ты еще и вот так можешь? Я говорю, я вообще могу все что угодно, вы даже не представляете масштаб моих возможностей. Они еще серьезные бы. Даже я сам не представляю, да? Я даже сам не знаю, оказывается, я много чего могу, я могу и так, и эдак, я могу разными голосами разговаривать, вы только попробуйте, вы мне позвоните. Ну нет, конечно, не выпрашиваю сейчас, я просто рассказываю. И люди, ух ты, интересно, ладно, и раз, написал один, написал другой, ну хорошо, поехали. Я не против. Я всегда за любую работу, особенно если это работа в удовольствие, ну и плюс, конечно же, она оплачивается, потому что это, опять же, это мое глубокое убеждение, любая работа, она должна быть оплачена, либо деньгами, либо должен быть такой проект, если ты делаешь его бесплатно, который действительно того стоит. Я просто сейчас расскажу один момент, я озвучивал вертолет, я про эту историю у тебя в телеграм-канале как-то писал, написал мне, написали мне из Лизы Алерт, потерялись дети, сказали, нужно срочно озвучить текст, что Маша и Саша, по-моему, если вы нас слышите, разведите костер. Ну, просто я быстро, мне написали, я тут же озвучиваю, отправляю им звук, и через час или два мне присылают видео, как этих детей выводят из леса, то есть нашли. Понятно, что за это я никаких денег не получил, но я получил такое моральное удовлетворение от озвучивания вертолета, детей спасли. То есть я, опять же, вот я к тому говорю, что если вы озвучиваете, вы думаете, думаете, для чего вы это делаете. То есть ваша работа должна приносить пользу либо вам, финансовую, либо такое моральное удовлетворение, либо пользу людям, если вы это делаете бесплатно. Вот так. Это мое убеждение четкое. Ну вот, это как бы я немножко в сторону ушел, да. Да, полностью тебя поддерживаю по этому поводу, потому что не всякая работа оплачивается деньгами, но есть моменты, когда действительно, то есть ты себя чувствуешь причастным, ну и по сути ты крестный папа этих детей. Если бы не ты, кто знает, как все бы произошло. Ну, не только ты, да, то есть. Озвучил бы, конечно бы, кто-нибудь другой тогда этот вертолет, но так уж совпало, что этим человеком оказался я, нашли, конечно же, спасатели, волонтеры, и ребята из Лиза Алерт, это было реально круто. Но вот, у меня просто есть в копилке теперь такая история, которой я готов делиться. Просто нужно понимать, да, что не всегда нужно просить за свою работу 500 рублей, а можно делать кое-что еще более важное просто так. Ну, да, я немножко отошел от темы, но просто я к тому, что этот слет дал возможность пообщаться с людьми, опять же, рассказать им эти самые истории, которые у тебя накопились, поделиться опытом, завести новые знакомства, ну и всегда приятно смотреть, как работают твои коллеги. Все равно всегда можно какие-то нюансы подчеркнуть, обсудить проблемы, потому что тут мы говорим о росте профессионализма со спикерами, которые находятся на сцене, а в кулуарах, как всегда, обсуждаются проблемы, которые существуют в отрасли. И тот же самый искусственный интеллект, и демпинг, и прочее, прочее, прочее. Обсудили, выдохнули, понимаем, что все не так плохо, можно двигаться дальше, до следующего слета уж точно дотянем. Ну, помимо этого, еще можно будет и не только до слета, то есть, скоро будет новый, опять же, интенсив, то есть, также Влад организует, и я бы тоже рекомендовал людям не просто поприсутствовать, а прикоснуться именно к великому, потому что кто будет на данном интенсиве, ты знаешь? Да, Алифтина Леонтьева, это раз, которая будет давать и психологию, и в то же время какие-то комментарии по дикторскому мастерству, то есть, она разберет какие-то твои сложные жизненные ситуации через прочтение текста. Это очень интересно, и помогает тебе раскрепоститься, снять какие-то зажимы и зазвучать по-другому. Там будет Виктор Владимирович Мархасев, профессор школы-студии МХАТ, и там будет Илья Ефимович Прудовский, диктор всесоюзного радио, человек, который озвучил Библию. Это кратко. Я у них занимался, и я это искренне рекомендую. Да, мы поднимали тему уже, опять же, в предыдущем подкасте, не в предыдущем, по-моему, до этого, во втором подкасте мы поднимали. Да. И это действительно люди, к которым стоит не просто прийти, а с которыми стоит проводить время, чтобы и заразиться их энергией, и заразиться их профессионализмом. Чтобы все происходило именно с кайфом. Чтобы человек, который с ними поработал, точно так же внес дальше это в мир, и мир становился цветастее, интереснее и более грамотным. И опять же, то, как происходит постановка голоса, как нужно работать с текстом. И эмоциональная, и психологическая составляющая работы, они необходимы. Потому что частенько, буквально вот недавно мы разговаривали с людьми, и я вижу, что люди выгорают на проектах. То есть, когда меня спрашивают, то есть, а как ты там живешь, а ты, ты, говорит, хотя бы высыпаешься, на это я отвечаю, куда? И, соответственно, вот такие моменты, они присутствуют. Да, то есть, когда ты там в дубляже, после этого у тебя книга, тебе пишут ребята там «Вань, срочная игра», «Вань, срочно там то», еще что-то. И ты понимаешь, что ты, помимо того, что у тебя есть, ну, там, работа с дубляжем, ты приходишь домой не отдыхать, а снова работать. То есть, ты отработал часов в восемь на студии, после студии ты приезжаешь к себе домой, и еще плюс часов в восемь или десять ты еще доозвучиваешь какие-то моменты. То есть, там, где-то из книги, где-то из новеллы, где-то там стихотворение начитаешь. Такие моменты. Как люди выгорают. То есть, здесь вот составляющая психологическая, то, что не позволяет. Мы недавно буквально один случай разбирали. Девушка очень сильно погружается в стихотворение. То есть, она их читает, а после этого она может на неделю просто выпасть. То есть, у нее настолько эмоциональное истощение, потому что она в него вкладывается. И восстановиться у нее практически не получается. То есть, здесь нужна помощь извне. И конкретные, то есть, моменты, когда мы, может быть, озвучиваем даже какие-то вещи, даже не вкладываясь туда, но внутри все равно это будет сидеть, и это будет поглощать. тоже очень сильно влияет. Многие на это не обращают внимания. Рекомендовал бы всем посетить данные мероприятия, пообщаться, узнать и раскрыть себя. У тебя что-то есть еще сказать? Я думаю, что у нас появилось еще несколько тем в ходе сегодняшнего разговора для следующих подкастов, к которым мы обязательно вернемся, потому что уже все-таки не хочется перегружать людей информацией. Я и сам еще пока под впечатлениями ослета и буду этими позитивными эмоциями напитываться и дальше и вкладывать их в свою работу, которую пока еще очень много. Так что пойду я поработаю, Вань. Спасибо тебе за беседу. Взаимно. Тебе огромное спасибо, я тоже дальше пойду работать. Ну а всем мы пожелаем здоровья, счастья и чтоб не выгорали на работе. Звонкого голоса вам, ребят, пока. До свидания. институт от чрезвычайно охуевыва министерства. Ни о чем. Ни о чем. Субтитры создавал DimaTorzok